От республиканского противотуберкулезного диспансера до колоссальной свалки не больше 120 метров. Здесь все засыпано мусором. И ведь нельзя сказать, что администрация Саранская ничего не делает, чтобы прекратить эту свалку. Прямо передо мной металлический забор. Он должен был помешать самосвалам подъезжать прямо к обрыву, чтобы удобненько сваливать мусор. Но вот что интересно, вот здесь, здесь и здесь спилены секции у этого забора. Самосвалы снова подъезжали к обрыву и снова сбрасывали мусор. Здесь положили бетонные блоки, чтобы снова помешать незаконно выбрасывать мусор. Но теперь грузовики сбрасывают мусор вот здесь. Росприроднадзор обследует эту свалку в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Главная цель – ликвидация экологически опасных объектов на территории России. На Сахалине поднимают затонувшие суда из моря, тоже в рамках проекта «Генеральная уборка». На Байкале очищают дно от мусора. В Краснодаре приводят в порядок заброшенные скважины. На забытых заводах ликвидируют нефтешламовые амбары, резервуары для хранения химикатов. В рамках нашего государственного контракта предусмотрена утилизация 16 судов только здесь, в Корсакове. Помимо этого, в нашей компании есть проекты по подъему 19 судов на острове Парамушир. Но прежде чем начать работу в Саранске, нужно понять, с чем имеешь дело. Именно поэтому эксперты Росприроднадзора сначала составляют список таких свалок. Я могу сказать, что я работаю больше 20 лет в этой должности, но специально сегодня связывался со старыми сотрудниками административно-технической комиссии, которые напомнили, что раньше здесь был овраг, это более 20 лет назад. Раньше был овраг, потом власти города предприняли меры для того, чтобы здесь проходила именно дорога, которая связывает юго-запад с Николаевкой. Здесь проводили частичную отсыпку, проводили отсыпку в том числе и грунтом, но туда попадали и какие-то остатки от строительства, то есть древесные отходы. После этого половину отсыпали и на этой территории начали уже временно складировать гаражи. После этого по каким-то планам, вернее этот план не удался, и эту дорогу прекратили. А люди по инерции, раз дорогу уже сделали, продолжали возить сюда мусор. Геодезисты помогли определить точную площадь свалки и глубину залегания мусора. В составе бумага, картон, текстиль, резина, древесина, пластик, битый кирпич, бетон, штукатурка, металлическая строительная сетка, асфальт. Сейчас свалка не горит, зато растет. И если наш объект войдет в число объектов генеральной уборки, то здесь уже будет проект рекультивации и рекультивируется с помощью федеральных денег в том числе. Юлия Порунова, Павел Толобаев. Наши новости.